всем привет друзья с вами как всегда михаил до канал скалин игровой и я решил заснять для канала такое видео как все выходы на карте эпицентр да я в курсе что на ю тубе уже много таких видео и от знаменитых ютуберов которые играют только в тарков но я думаю что на моем канале не помешает это видео так как я планирую выпускать тарков на канале чаще я надеюсь что вы поддержите поставите лайк подпишитесь и прожмете колокол ну а мы начинаем давайте сразу начнем с места выхода который называется спуск в подвал в накатане она получается для всех фракций и всегда открыто если вы нажмете два раза букву о английскую то у вас высветится все выходы давайте начнем от здания капитал инсайт напротив отеля гагарин вот отель гагарин нам нужно пойти в накатане если вы уже залутанный либо вы сильно испугались и хотите быстро выйти и вы смотрите что у вас написано выходе спуск в подвал на катане то нам нужно с вами пойти в это здание и вход здесь получается в этом месте запоминаем вот этот вход обычно здесь могут быть дикие осторожно здесь одна дверь получается заходим сюда проходим мимо турникетов мимо лифтов до конца и здесь у нас спуск принципе здесь нарисованы зеленые стрелочки пробегаете до конца сюда по коридору и спускаетесь вниз до конца принципе здесь если будет выход у вас начнется отчет о выходе когда вы дойдете до точки выхода так как у меня сейчас нету этого выхода соответственно здесь у нас никакого отчета нету вот так пройти значит на выход спуск в подвал в накатане давайте перейдем к следующему выходу который называется выход а полицейский кордон который предназначен для фракции чвк он всегда открыт но он одноразовый и он будет стоить вам 5000 рублей и там будет максимум четыре человека то есть если вас в группе четыре человека соответственно вы все можете выйти заплатив 5000 за одного игрока за одного ребят вот если вас вдвое соответственно 10 тысяч на двоих с каждого по 5000 опять же ориентиром нам послужит капитал инсайт здания и здание гагарин отель двигаемся от него в сторону здания террагруп мимо здания empire который находится по правую сторону здесь у нас есть такое название как не вижу а тар тар бен или тар банк как правильно звучит не знаю в общем тар банк вы его пробегаете здесь будет акула синенькая и нам нужно здесь повернуть направо также здесь есть дикие обычно спавнятся поэтому здесь ребята осторожнее значит поворачиваем направо бежим по этой улице давайте посмотрим у нас есть вообще выход полицейский кордон да есть то есть слева у нас будет здание террагруп справа здание empire вот по этой улице мы должны подойти вот сюда и здесь нас будет ждать машина вот видите как уже у меня высветилась заплатите 4989 рублей а за машиной находится заскриптованные снайпера ограничивающие карту если здесь машины не будет и вы выйдете за границу то вас сразу пристреля так что не нужно ссувать свой нос туда куда не надо так ну что давайте перейдем с вами к следующему выходу он называется проспект мира который мне загубил одну вылазку и я офигел я вам расскажу когда придем на место на проспект мира мы с вами ребята пойдем от здания террагрупп справа справа у нас будет здание скай сайт вот это большое а слева у нас фьюжен или фьюжен как он правильно называется вот это здание ну и здесь террагрупп идем прямо получается здесь у нас будет спуск нам нужно спуститься по нему до конца так спустились и идем до конца на перекрестке мы поворачиваем направо здесь мы видим надпись внимание снайпер и также значок пистолета для сигнальных ракет также перед тем как побежать сломя голову вперед и кричать о помощи чтобы у вас не стреляли нужно собой иметь реактивный сигнальный патрон rsp 30 зеленого цвета или сигнальный патрон зеленого цвета но для этого нужен сигнальный пистолет zed sp 81 вот если у вас этого нету то молитесь чтобы в этом спящим как раз таки был тот самый как самый сигнальный патрон который здесь спавнится вот а если и здесь его нету то тогда вам не суждено выйти чтобы им воспользоваться нужно взять его и прямость переместить в разгрузку куда у вас помещаются магазины а потом поместить в быстрый доступ например на шестерку все это мы сделали потом подходим сюда в это место у вас справа внизу на появляется значок зона подачи вот смотрите еще раз я подхожу и ничего не высвечивается да потому что нам надо выйти так вышли вот например я у него взял да бегу да высвечивайся алло почему она не высвечивается сейчас подождите вот это прибежал вот высветилась зона подачи сигнала мы нажимаем на 6 он достает ракетницу на лкм запускаем ждем загорается зеленый вот такой вот свет ну то есть шашка у нас раскрылась и только после этого начинаем движение в сторону соответственно выхода туда мы бежим 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 и у нас появляются секунды вот рассказываю свою ошибку как я сделал получается я взял эту шашку выстрельнул и тут же побежал то есть я даже не посмотрел загорелся у меня там свет не загорелся я просто тупо побежал и в меня начал стрелять снайпер ну конечно же бот который там заскриптован где-то сидит на крыше и он меня убил убил с двух выстрелов так ребята делать не надо то есть дождались когда зеленый свет появился ток тогда бежите еще ребят одно замечание по выходу проспект мира только один человек из группы созданной лобби должен выстрелить сигнальной ракетой чтобы открыть эвакуацию для всех членов группы то есть если ты точнее я до создал группу пригласил друзей то я должен взять эту ракетницу стрельнуть ее и только тогда откроется выход если кто-то из ваших друзей выстрелит то скорее всего выход не сработает а может и сработает не знаю это так написано в википедии так давайте перейдем теперь к выходу пункт мчс пункт мчс там же в принципе рядом будет выход блокпост и диких но давайте по порядку пункт мчс он получается для всех и он всегда открыт если он у вас высвечивается на 2 раза когда нажимаете ось и он у вас там есть пункт мчс то вы можете туда пойти и выйти как туда добраться и если опять же отталкиваться от центральной улицы вот здания террогрупп то там все просто нужно бежать прямо сейчас я вам покажу если вы например залутались с той стороны то есть у нас там как раз таки находится капитал инсайт на катании empire вот у нас фьюжен да и здесь у нас здание sky side вот и вы например выходите из фьюжена и и вы убедились что здесь никого нету либо чисто да либо вы там всех убили то вы можете пройти на мчс прямо по улице но это опять же опасно на свой страх и риск если вы боитесь например потерять лут то можно пойти по другому выходу вот в общем вы бежите по этой улице опять же на стенках написаны нарисованные зеленые стрелки и там прямо написано выход выход вот все вот вы добегаете до перекрестка есть поворот налево есть поворот направо вы поворачиваете налево пробегаете вот этот гелик шлагбаум видите вот эту аренда красным написано постин постин магазин и тут у нас написано unity кредит банк прям сюда забегаете так вот лутаете палатку если вам нужно и подходите соответственно вот к этой двери здесь тоже лежит труп вы его тоже можете лутать и сразу выйти принципе ничего сложного есть еще один проход сюда по другой стороне сейчас я вам его тоже покажу так в общем я опять здесь нахожусь в центре напротив здания террогрупп давайте смоделируем ситуацию если вы например каким-то образом подумали что у вас проспект мира выход либо вы не посмотрели что у вас нету например проспекта мира и вы каким-то образом запомнили эту дорогу и побежали на проспект мира до ну или например у вас два выхода проспект мира и плюс мчс есть вот вы бежите залутанный например с центра или бежите с парковки вот там парковка есть то есть как это нижний минусовой этаж наверное так парковка минусовой этаж либо вы бежите вот с той стороны то есть вы там залутались через здание бежите и такие опа а чё-то знакомое место тут же где-то проспект мира такие опа 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 посмотрели два раза букву о нажали ага проспект мира есть у меня нету с собой вот этой зеленой шашки подхожу сюда этому спящему лобысь здесь ничего нету окей вы такие что делать я весь залутанный а друг меня сейчас убьют у вас сразу паника руки трясутся ноги трясутся вы готовы просто упасть и лежать короче пока не умрете от голода или жажды и что вы делаете вы думаете так пойду через центр там стреляется нет я не пойду через центр потому что я боюсь меня там убьют но идти нужно вы значит идете через пункт охраны открываете здесь дверь и просто бежите прямо сломя голову не останавливаясь все добегаете до конца и поднимаетесь по лестнице здесь также можно в принципе аккуратненько подойти если вдруг вы слышали здесь какие-то выстрелы то вы можете подойти осмотреться на капслоке либо присев пройти аккуратненько здесь залутать спящего либо какие-то коробочки аккуратненько здесь зайти его так обойти сюда и также прийти на мчс я в принципе пользуюсь этим когда я полностью залутан и не хочу бежать через центр я например залутался бегу в тот конец карты и просто по тому ходу бегу сюда на выход здесь уже до лутовую что есть смотрю вот здесь глянула раз вроде никто не ходит ничего и пошел уже спокойно на выход забежал также можете облутать здесь он того на спящего зайти сюда здесь посмотреть и в принципе выйти так давайте теперь рассмотрим выход совместный блокпост диких он здесь недалеко от мчс возьмем также здание террогрупп потому что она здесь рядом находится ну и центральную улицу эпицентра когда мы с вами бежали на мчс по центральной улице у нас также были стрелочки на автобусе на зданиях и так далее мы с вами видим вот такую надпись дон шут это означает не стреляй то есть если налево мы пойдем там мчс а если направо мы пойдем там будет блокпост диких в принципе вы до него добежите упретесь в забор здесь если что нужно будет тоже аккуратно быть потому что здесь парковка террогрупп и здесь могут быть вот и ну и чувака доходите до конца вот сюда тут опять написано не шмалять потому что это у нас выход совместный дикий плюс чувака если вы играете за дикого вам нужен чего кашник если вы играете за чего к то вам нужен дикий в одиночку вы не выйдете ну и группой вы не выйдете пока у вас не будет тот или иной вот в принципе но я никогда здесь не выходил потому что я никому не доверяю в таркове и вообще были единичные случаи когда были люди без оружия либо например когда я выходил за дикого мне попался тоже игрок он в меня не стрелял но это опять же единичные случаи а так меня постоянно убивали короче и ну капец полный капец в итоге у нас получается пять выходов с карты эпицентр а на этом видео подходит концу всем большое спасибо за просмотр если я кому-то помог а в частности новичкам то я очень рад и также буду рад если вы поставите лайкосик поддержите канал это видео напишите любой комментарий подпишитесь и прожмете колокол чтобы не пропускать разные видео и также стримы по разным играм всем большое спасибо с вами как всегда был михаил это канал с калин игровой и всем пока и и и и и и и